Всем привет и с вами снова Джиммерс. Дамы и господа, мы спасены. Проклетие, бич, кола, ведите, модерн, варфер, мета на 725-й дробовик, м4, клейморы, похоже, позади. Для игры стал доступен патч, который помимо обычной работы по улучшению стабильности и устранению ошибок, правит и баланс оружия, а также добавляет две новые карты. Но, обо всем по порядку. Естественно, чтобы не затягивать видео и не превращать его урок в литературу, я не буду зачитывать все правки. С ними вы можете ознакомиться в официальном описании обновления в ссылке под видео, а пройдусь по самым важным, на мой взгляд, изменениям. Начать стоит, как мне кажется, надо с самой животрепещущей темы, правок баланса. Их не так уж и много, но они достаточно значительны. Главным возмутительным успокойствия 725-м дробовикам пришлось сложнее всего. Им значительно увеличили разброс, как при целебе от бедра, так и в прицеле, и очень сильно уменьшили эффективную дальность. Значит ли это, что 725-й совсем пропадут с поля боя? Не думаю. Это все еще один из самых эффективных дробовиков на дистанции и, скорее, теперь просто есть смысл попробовать другие представители класса. М4-1 тоже подверглась небольшим ослаблениям. Ей немного увеличили отдачу и снизили эффективную дальность. Опять же, это не фатальные нерфы, а просто балансные правки, призванные вернуть ее в одну весовую категорию с другими скорострельными штурмовыми винтовками. Говоря про другие штурмовые винтовки, важно упомянуть, что изменениям подверглись и они, а не только М4. Снижение эффективной дальности и еще больше разброс при целебе от бедра – это то, что заметят их пользователи после входа в игру. Были ослаблены, и все пулеметы им увеличили разброс от бедра и эффективную дальность, а МГ-34 еще и получил снижение скорости прицеливания. Но, как говорится, не нерфами-единами, большую порцию любви получили пистолеты и пистолеты-пулеметы. Если вы используете ПП, то вы заметите значительное увеличение скорости бега и движения в прицеле, а также уменьшенное время изготовки после бега. Пистолетом еще и немного была увеличена эффективная дальность. Единственный пистолет-пулемет, который тоже получил этот бонус – это УЗИ. Ну и наша верная подруга – мина Клеймор. Теперь, если вы взрываете вражескую мину выстрелом, вы не умрете, даже если находитесь в зоне поражения. Сами зоны поражения и активации тоже были уменьшены, а их ширина приведена в соответствии с лазерами, видимыми игроку. Помимо права к балансу оружия, патч привнес еще и несколько очень важных изменений в основные аспекты игрового процесса. Во-первых, была увеличена скорость передвижения бойцов во время спринта и суперспринта, и теперь равна показателям из беты. Это достаточно важное изменение, так как не всем пришлось по вкусу снижение скорости на релизе, и лично я приветствую это изменение. В бете при должной скорости реакции была возможность уйти из-под огня с помощью своевременного суперспринта и подката в сторону, а на релизе это проходит в одном случае из 20. Звук шагов был подвергнут серьезным доработкам, теперь стены и расстояния значительно уменьшают громкость топота. Переговоры бойцов, да-да, те самые врагу автобуса и враг в магазине ковров, теперь не слышны сопернику, плюс был настроен алгоритм самого появления этих выкриканий. Стрельба в целом не была как-то фатально затронута этим обновлением, но пара важных изменений все же есть. Во-первых, теперь стрельба из положения сидя и лежа никак не влияет на отдачу, а во-вторых, была немного ослаблена стрельба с упора. Отдача хоть и уменьшается, но не так значительно как раньше. Если честно, это пожалуй единственное изменение, с которыми я не особо согласен, но возможно разработчики таким образом пытаются бороться с кемперами, я не знаю. Еще одно важное изменение в патче это дополнительная работа над темными объектами на карте и увеличением видимости соперников в этих самых темных углах. Ну и последнее, но не по значению, это новый контент. В игру были добавлены две новых карты и режим хардпоинт. Карта Шутхаус предназначена для режим 6х6, а Кровник Фармленд для местного аналога Большого Захвата из Бэттлфилд Наземной Войны. Естественно, я еще не наиграл на них достаточно времени, чтобы давать какую-то оценку, но добро пожаловать на стримы, будем разбираться вместе. В общем, это все, на чем я хотел сосредоточить внимание. Естественно, в патче содержится огромное количество мелких исправлений и багфиксов, но, как я и сказал в начале видео, ссылочка на полный патч-ноут в описании. Не забывайте подписаться на канал, если вам интересен контент по Call of Duty Modern Warfare и Battlefield 5, а я, пожалуй, пойду тестировать все изменения. С вами был Jimmy Waps, конец связи. Субтитры сделал DimaTorzok